На целую неделю маленькие жители Кызылжар-2 отстали от школьной программы. Дорога к знаниям стала не просто тернистой, а непроходимой или непроплываемой. Местность подтапливает уже вторую неделю. Кроме того, добираться до школы два с половиной километра. Уже целую неделю я не пускаю детей в школу. У нас их пятеро. Учатся в первом, четвертом и седьмом классе. Двое ходят в детский сад. Отпросились у учителей. Как я могу пустить детей? Ребенок может провалиться в воду, замерзнуть. Посмотрите, какая глубина. Вчера моя мама спасла девочку лет восьми. Она провалилась в воду, стала тонуть, плакала. Она успела ее вытащить из воды. Девочка сильно замерзла, долго пробыла в воде. Почему бездействует службу ЧАЭС? Приезжали, просто сфотографировали и уехали. Вода со вчерашнего дня стала прибывать очень интенсивно. Транспорт здесь также обездвижен. Основная трасса нынче превратилась в автостоянку. Жители оставляют машины прямо на обочине. Поскольку, съехав с трассы, можно застрять в грязи не на шутку. Местные жители считают, чтобы решить проблему, достаточно вырыть еще несколько вот таких каналов, чтобы вода стекала в Каргалу. А пока здесь всего два канала, один из которых практически не работает, поскольку труба расположена выше уровня воды. Гульбадам Назбенова, Нурбек Утаров, Казахстан, Ахтебе.